Виктор, доброе утро. Доброе утро. Вы у нас частый гость. Последнее время обсуждаем с вами и новости, и тренды. Сегодня, может быть, не сколько с новостей начнем наш разговор, сколько, скажем так, с перспектив. Скоро 9 мая для России праздник сакраментальный. И уже неоднократно говорилось, в общем-то, о том, что Владимиру Путину нужно что-то показать 9 мая, свою какую-то маленькую или немаленькую победу. И сейчас, скорее всего, и все силы будут максимально брошены на то, чтобы к 9 мая что-то продемонстрировать. Вот на ваш взгляд, как пройдет парад, как пройдет праздник в Москве, в России, как он будет в этом году выглядеть? Он будет выглядеть в любом случае отвратительно, как выглядят уже многие последние годы. Государство, путинское государство подмяло под себя 9 мая и превратило этот совершенно святой и светлый день. Я конца 50-х годов рождения, я помню настроение этого праздника, интонацию, человеческую интонацию этого праздника. Уже давно этот воздух выкачан и заменен вот этой, так сказать, военно-патриотической пошлостью, демонстрацией силы, вот этим можем повторить, прицанием бронетехники, пердением танков. Вот это все вместо памяти о павших и об этой ужасной войне, за которую мы тоже несем ответственность, за начало которой. Пройдет в любом случае пошло. Разумеется, Путину хотелось, мечталось парад на Крещатике, вот это все, вся эта мерзость, не имеющая никакого отношения к памяти о той страшной войне и о людях, которые погибли на этой войне. Не будет никакого парада на Крещатике, это уже понятно. Да, не будет никакой военной победы, но будет симуляция этой победы, будет в очередной раз использование святого дня и памяти об этом дне в своих пошлых пиаровских целях. Вот это будет в любом случае. А вы знаете, что в наше время месяц, который остался до 9 мая, это очень и очень значительный срок, что в этот момент будет, какой пейзаж будет представлять из себя, так сказать, военная часть, совершенно непредсказуема. Но ясно, что это будет не то, о чем мечтал Путин. По моим прогнозам, если можно делать прогнозы, к этому времени Путин постарается в пиаровском смысле обеспечить себе какую-то зону для того, чтобы объявить произошедшую победу. Как получилось, так и хотели, я уже цитировал это. Вот, значит, вот объявить, что вот это, собственно, и было целью. Примерную риторику можно себе представить. Мы разгромили, так сказать, разгромили нацистскую Украину, абсолютно разрушили ее военный потенциал, защитили наших славянских братьев. Вот это вся мерзкая риторика, вот эта пена вся будет, так сказать, обрушена, грязная на головы, уши россиян будет залита. Это более-менее понятно. Виктор Анатольевич, в то же время Путин может объявить о своей какой-то победе, как захочет, но мы же знаем, что тысячи российских военных погибли во время агрессии против Украины. Даже Дмитрий Песков признался в интервью телеканалу Sky News о том, что да, действительно, и это большая трагедия для России. Как вы считаете, неужели это не повлияет все-таки на какое-то общественное мнение внутри страны? Вы знаете, что общественное мнение в тоталитарных странах существует в виде такого глухого тектонического дрожания, где-то там далеко под землей, глубоко. В какой момент это становится землетрясением, предсказать почти невозможно. Разумеется, беспрецедентные потери человеческие бесследно не пройдут. Но вы знаете, я когда-то в Великобритании был, и в телевизоре показывали погибших на войне, британских военнослужащих, погибших на войне. Было известно количество погибших, назывались их имена. Вот для демократической стороны, каждый погибший на войне, это повод для того, чтобы задать вопрос, нужна ли эта война, не велика ли цена. В российском случае это пушечное мясо, заведомо пушечное мясо. Мы видим, как это все, да, как распоряжается жизнями россиян. Путин, до какой степени ему это совершенно безразлично. И до какой степени общество парализовано и не в состоянии спросить за погибших. Поэтому человеческие жизни, потери военные, его совершенно не волнуют. Да, как в русской традиции военной, жуковской, да, бабы еще нарожают. Вот и вся, вот и вся недолга. Нет, его это совершенно не остановит. То, что через какое-то время, вот когда это тектоническое дрожание, может быть, перейдет, так сказать, в какое-то политическое землетрясение, вот тогда это выйдет наружу. Это социология, это раздражение. Пока что, увы, нет. В этом году дата празднования Победы, она не круглая, но тем не менее, как мы все понимаем, как я уже говорил, принципиальная для Путина. Как вы считаете, насколько вот масштабные будут празднования и кого из гостей иностранных мы сможем на трибунах в этом году увидеть? Вот вы знаете, вот вид гостей на Красной площади на параде 9 мая, это, может быть, самая зрелищная иллюстрация того, что произошло с Россией в путинское время. Потому что в 90-х годах, да, союзники, это был огромный праздник, куда приезжали союзники, союзники наши в борьбе с немецким нацизмом. При всех сложностях ельцинского времени все-таки, да, Россия была трудным партнером для Запада, но все-таки партнером. Потом это все начало вымываться и кончилось просто группкой людоедов. Никто другой к нам не приезжает и не приедет, разумеется. И вот этот вот одинокий парад с этим одиноким, значит, упырем во главе этого праздника, вот это довольно характерная история. И в этот раз это будет совершенно, уже мы дошли, конечно, в этом смысле до дна. Даже не могу себе представить, кто приедет. Кто такой отважный будет, чтобы встать рядом с Путиным в этой ситуации. Виктор Анатольевич, вот буквально несколько дней назад в нашем эфире российский правозащитник Владимир Осечкин заявил о том, что, возможно, в самой России сейчас будут происходить какие-то теракты. Можем ли мы это представить сейчас во время войны против Украины, что действительно ФСБ или другие путинские спецслужбы могут начать убивать даже российских граждан непосредственно на территории России? А что ж тут представлять со взрывов домов началась путинская власть в интересах рейтинга, в интересах внедрения в головы истерического самосознания осажденной крепости, военного времени, коней на переправе не меняют. Вот это военизированное неврастеническое существование нации, это в интересах Путина. Повторяю, со взрывов домов началась его власть. Это не просто не исключено, это один из совершенно очевидных вариантов. Я не сомневаюсь, что не дрогнет рука взорвать снова что-нибудь в России. Это они уже делали, опыт есть. В то же время, вот вы говорите о том, что в тоталитарном государстве общественное мнение, ну его нет такового, как в западных демократических странах. А может ли вот ситуация, вот мы все наблюдаем, с 47-й день войны, многие эксперты говорили, что вот возможно поражение российских войск в Украине приведет до какого-то брожения среди руководства России, которое окружает Путина. Но вот как с этим быть? Может ли быть такой сценарий по-прежнему? Или все-таки эти 47 дней войны довели, что ситуация очень сцементирована внутри России, и что все решения принимает Путин, и никак на это не повлиять? Я не большой знаток внутреннего устройства кремлевских коридоров и схваток под кремлевским ковром. То, что Путин в эти 47 дней потерял опору в собственной элите, это безусловно. Собственно, бизнес-элита мечтает о его смерти гораздо сильнее, чем я, допустим. Потому что мои мысли, желания об исчезновении, по крайней мере, политическом пути, носят общегуманитарный характер, просто патриотический, я бы так сказал, характер. А они теряют по миллиону в день просто. И ясно, что опоры в элите у него нет никакой. Последняя его опора – это люди, которых он повязал кровью, он это сделал перед войной, как вы помните, повязав кровью всех, сделав всех преступниками, юридически преступниками, потому что они все подписались под будущие агрессии фактически. Все это Риббентропы и Геринги, деваться им некуда. На это, видимо, расчет Путина, что им деваться некуда. Не сомневаюсь при этом, что тот, кто принесет миру голову Путина на блюде, будет помилован или каким-то образом, даже, может быть, выйдет из-под санкций и так далее. Поэтому ситуация наверняка очень конфликтная внутри. Как именно это выглядит, конечно, я понять отсюда не могу. Но, безусловно, чем хуже будет, чем тяжелее будет ситуация, именно у элиты, подчеркиваю, не в стране. В стране давно плохо, это никак не влияет на элиту. А вот элиты, у которой убрали, так сказать, выбросили вон из мира, закрыли доступ к банковским счетам, к недвижимости, к жизни. Элита, которая десятилетия напролет, собственно, пилила казну, выводила на Запад и полагала, что так и будет дальше. Вот эта элита сейчас, конечно, представляет некоторую опасность для Путина. Посмотрим, то, что некоторые крысы начали бежать, это уже замечено. Да какой степи тично для режима и послужит, так сказать, детонатором, посмотрим. Виктор, вы говорите, что вы не хороший знаток кремлевских каких-то настроений в кабинете и механизмов, но, тем не менее, как писатель-сатирик, вы достаточно хорошо разбираетесь, наверное, в настроениях общественных, в российских. Я думаю, вы слышали про этот казус, где в Петербурге задержали некого Артура Дмитриева, который вышел с плакатом, на котором была написана цитата из обращения Путина к федеральному собранию. Собственно, цитата была такая. «Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно, и нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы». И суд признал вот этого Дмитриева с этим плакатом, в общем-то, виновным по статье, дискредитирующим российскую армию. Армию, соответственно, в общем-то, и Путин теоретически должен быть признан дискриминирующим армию российскую и должен оказаться вне закона. То есть, ну, кавкянская ситуация какая-то парадоксальная вообще. А вот то, что так складывается, это мы можем уже говорить о том, что Путин уже является заложником, собственно, вот этой системы, которую он создал? Ну, потому что это же действительно какая-то абсурдная уже действительность, когда вот суд просто выносит автоматом механично свое решение, даже не вдаваясь в какие-то подробности. То есть это как бот среагировал на слово «война» и заблокировал. Ну, разумеется, никакого российского суда нет. Есть вот эти самые боты. Кроме тех случаев, когда раздается звонок сверху, в остальных случаях они действуют по программе, как боты. Вы абсолютно точно это сформулировали. Ну, таких случаев уже ни один, ни два. В эти же дни задержан человек у «Вечного огня» в Москве, у Стеллы Киев, да, у «Вечного огня» и в память о городе Герой Киеве, да. Он стоял с Томиком Толстого «Война и мир». Его тоже задержали, потому что слово «война» нельзя, и слово «мир», видимо, нельзя. Понимаете, таких случаев много и будет все больше. Так сказать, жизнь идет своим кавкянским путем в России. Конечно, это симптоматика, симптоматика распада, с одной стороны. С другой стороны, симптоматика того, что в России есть замечательные здоровые силы, и люди продолжают выходить. Каждый день кто-то выходит, его задерживают, подвергают штрафу, каждый день продолжают выходить. Позавчера был задержан мой друг, замечательный, великий правозащитник Олег Петрович Орлов, да, когда-то вышедший из Совета по правам человека при президенте после убийства Политковской. Вот, люди продолжают выходить. Около 15 тысяч человек в России были задержаны в это послевоенное время, да, 15 тысяч человек в абсолютно репрессивном государстве. Это я к тому, это я, может быть, обращаюсь к тем, кто любит обобщать и говорить о рабском, русском народе и так далее. Нас очень много, мы очень разные. Вот то, что общество продолжает, даже в этих совершенно полуфашистских условиях, продолжает, люди продолжают защищать честь, можно сказать, да, нации, это очень важная вещь. Виктор Анатольевич, еще в начале интервью Вы заявили о том, что вот этот лозунг можем повторить, который постоянно использовался российской пропагандой в связи с 9 мая, вот это тоже имело очень большое значение в нагнетании к войне. Я вот себе припоминаю из Белоруссии, когда тоже была дискуссия о декоммунизации. Очень часто апологеты Лукашенко говорят о том, ну какая разница, как там называется улица, или там какой флаг, или так далее, коммунистический или нет, потому что, ну, колбасы же у вас не прибавятся от этого в холодильнике. То же самое вот в Украине говорили противники декоммунизации. Но сейчас вот с высоты времени, наверное, все-таки видно, что некоторые вещи экзистенциально важные, и что вот вопрос культуры, вопрос ценностей, которые царят в обществе и нагнетаются через государство, они важнее даже каких-то временных экономических вопросов. И вот именно это вот, можно повторить, опять и привело к трагедии, опять привело в этот раз к агрессии против независимой страны. Да, конечно, ментальные вещи, вот такие вещи, знаковые, идеологические. Да, колбасы не прибавятся, просто если этого не делать, то колбаса будет исчеловеченной однажды, что регулярно демонстрируют авторитарные и тоталитарные страны. Вот чтобы колбаса не была исчеловеченной, надо следить за тем, чтобы не было памятников убийцам, чтобы новые поколения людей не росли на улицах, так сказать, поименованных именами убийц, чтобы убийство было осуждено, чтобы палачи были осуждены. Я сейчас разговариваю с вами из Берлина. Да, здесь эти уроки пройдены, эти уроки пройдены, и результат налицо. Результат налицо. А то, что при Гитлере тоже была колбаса, так это до поры до времени. Да, рядом с Дахау варили прекрасное пиво. В 1938-1939 году все было прекрасно. Да, и в Берлине все было хорошо, со штруделями и пивом. Но до 1944 года. А с 1944 года стало плохо. Надо следить за этими вещами. Не все измеряется колбасой, но и колбасой тоже в перспективе. Виктор, спасибо вам большое.